Уголковый отражатель Привет! С вами корней. А это уголковый отражатель. Я склеил его из трёх зеркал, которые располагаются друг относительно друга, под углом 90 градусов. Уголковый отражатель обладает интересным свойством. Дело в том, что вы всегда увидите в нём своё отражение, под каким бы ракурсом вы относительно него не располагались. Сейчас, например, вы наверняка видите отражение камеры, которая это всё снимает. Я не буду двигать камеру, это было бы сложно. Но я подвигаю отражатель. И вы сможете убедиться, что под любым углом, под любым ракурсом, всё равно отражение камеры здесь присутствует. Подобную конструкцию вы можете использовать в быту. Для этого вам даже не понадобится третье зеркало. Потому что оно необходимо, чтобы даже при перемещении вверх и вниз, ваше изображение не исчезало. Но в жизни мы всё-таки передвигаемся горизонтально. И в этом случае достаточно двух таким образом расположенных зеркал. Это может быть полезным, если вы, например, хотите проследить за своей походкой. То есть, двигаясь, вы всегда будете себя видеть. То есть, ваше отражение никуда не исчезнет. Ну, кроме того, девушки любят часто смотреть на себя в зеркало. Если вот подобное сделать, то вам не нужно будет перед зеркалом занимать какой-то специальный ракурс. Вы будете видеть себя всегда, в любом положении относительно зеркала. Ну, а я сегодня хочу поставить один эксперимент. Мне интересно попытаться получить сигнал с Луны. Я направлю на Луну лазерный луч. И, возможно, я увижу отражённый луч. Потому что на Луне располагаются уголковые отражатели. Их 5. Три из них установили американские астронавты. Вот вы видите момент, когда это происходит. Вот эти элементы есть не что иное, как большое количество подобным образом составленных зеркал. Также на Луне есть уголковые отражатели, которые установил Советский Союз. Они располагаются на луноходах. Вот это уголковый отражатель. Ну, а луноходы до сих пор находятся на Луне. На этой фотографии, на этой карте, вы можете видеть схему расположения уголковых отражателей. Ну, Луна всегда повернута к нам одной стороной. И поэтому эта карта всегда действует. То есть, всегда примерно вот так это и выглядит. Буквами L обозначены места, где располагаются луноходы. А буквами A это там, где американские астронавты расположили свои устройства. Я, конечно, не уверен, что я смогу увидеть отражённый лазерный луч. Дело в том, что лазерный луч, он всё равно рассеивается. Хотя бы в какой-то мере. А поскольку расстояние очень большое, то и рассеивание в итоге тоже будет весьма значительным. Поэтому, конечно, обратно лазерный луч вернётся намного более ослабленным. Я не знаю, хватит ли мощности моего лазера для того, чтобы увидеть вспышку на Луне. Но в этом есть и свой плюс. Потому что, рассеиваясь, этот пучок лазерного света становится шире. И поэтому намного проще попасть в уголковый отражатель к лазерным лучам. Сама же вспышка, если её удастся наблюдать, она, конечно, произойдёт не мгновенно. Потому что свет до Луны и обратно до Земли будет двигаться 2,5 секунды. Ну что ж, посмотрим, получится что-нибудь увидеть или нет. Сейчас я буду на улицу и наведу на Луну лазерный луч. Начинаем эксперимент. Ну, я его уже немного подготовил. Лазер навёл, мне кажется, достаточно точно. Итак, я его включаю. Луна немного сдвинулась, но всё равно лазерный луч явно на неё попадает. И с учётом того, что он, конечно, немного расширяется, он всё равно наверняка захватывает всю Луну. Вы можете даже наблюдать, как Луна медленно смещается. Ну что ж, две с половиной секунды уже прошли. Ответные вспышки, как вы видите, не наблюдаются. Сейчас я посмотрел видео, которое я отснял. И хотя во время съёмки мне показалось, что никакой вспышки не было. Однако на видео какая-то вспышка явно видна. Я затрудняюсь каким-то образом это однозначно объяснить. Можно, конечно, предположить, что в какой-то момент лазерный луч точно был наведён на один из уголковых отражателей и вернулся обратно. И камера это зафиксировала. Но может быть это и просто какое-то атмосферное явление. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет. Ну а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был корней. Пока. Пока. Продолжение следует...